Добрый день всем любителям дартс! Добро пожаловать на канал Дяди Сэма! Мы с вами вновь оказываемся в обители дартс в городе Новоуральске, Дартс Клуб Лабиринт. И сегодня мы начинаем показ начала нового сезона 2022 года, когда в юбилейный год образования Лиги НДЛ примерно 5 лет назад у нас в этом году будет разыгрываться большой призовой фонд и начало розыгрыша уже распил этого большого пирога будет стартовать с первого турнира тройка. И в финале этого турнира в первом отборочном туре встречается у нас Алексей Кащеев, будет он играть против суперзвезды НДЛ уже Александра Возерова. Играть будут они в игру. Большой раунд с первого по десятый сектор согласно регламенту турнира тройка. Всего в этом турнире будет три упражнения, собственно по тому он тройка называется. Большой раунд сектор 19 набор очков. И сегодня в большой раунд как раз будут играть два лучших игрока НДЛ на текущий момент. Алексей будет начинать эту игру первым, потому что именно он через сито квалификации пробрался с верхней позиции. И если нас смотрят новички на этом канале, то быстренько проведу экскурс небольшой вправил этой игры. Большой раунд заключается в том, чтобы кидать поочередно с первого по двадцатый сектор и набрать как можно больше количества очков, чем ваш соперник. Набираете больше очков, соответственно выигрываете один лэг и так можно играть до бесконечности, но в нашем случае игра будет ограничена всего лишь двумя победами одного из игроков. На пути к финалу у нас Алексей испытывал определенные трудности. С большим скрипом прошел что одного, что второго игрока в одной четвертой в полуфинале. А Озеров вообще практически не встретил сопротивления. С двумя сухарями добрался. Вот сейчас у него будет снова экзамен. Алексей БК впереди после трех подходов. Вообще такое интересное довольно таки упражнение. Большой раунд. Потому что нет привычного какого-то определенного сектора, куда ваш организм, ваша рука уже привыкла набрасывать. Как то сектор 20 или сектор 19. Кому как удобней. Вот тут и покажет данное упражнение всю универсальность снайперов. Только что был счет равный, но все-таки Алексей умудрился зацепить одно из утроений. Вот Александр этого уже не смог осилить. Судьей матча у нас выступает Дмитрий Горбунов, который уже два раза Озерову проиграл. Но это матчи состоялись в лиге НДЛ. В рядовых турнирах, которые по ходу сезона будут не раз играться. В этом прекрасном заведении Дмитрий принимать участие не будет. Вот так-так-так. Пока Дмитрий смотрел свой планшет, ошибся с набором очков. Александр набрал 25, а судья зафиксировал 15. Чудеса какие-то. И даже сам Александр, посмотрев в итоговый протокол, не заметил ошибки. И вот это может оказать существенное влияние на результат первого лего. Тут же Алексей сразу же два раза утроения шестерки поражает. Александр один раз, но даже этого ему не хватает. Вы посмотрите, что творится. Наверное, какая-то карма преследует судью, потому что сам он уже два раза попадал в судейские ошибки. Буквально относительно недавно, что в Ижевске, что в Екатеринбурге. Вот теперь сам продолжает так же косячить. Бумерангом, так же, что называется, возвращается данные грехи судейские. Любой из нас является человеком и не роботом, соответственно, ошибки допускать как дважды два. Тем временем у нас игра продолжается. Александр, несмотря на судейскую ошибку, сокращает отставание небольшое. Вернее, все меньше и меньше. Так, Алексей пытался поразить восьмерку и никак от этого у него не получалось. Вот это действительно... Фатальной может стать данная ошибка. Как можно, играя в финале, ни разу не попасть в сектор? Мы только можем разлить руками, в отличие от Озерова. Посмотрите. Слово такой, кто-то теряет, а кто-то находит. Сразу девять раз умудряется Озеров поражать сектор восемь. И снова, по-моему, судья ошибся. Должно быть семьдесят два, он записал семьдесят три. Ну, хоть какая-то компенсация за то, что неправильно посчитал сектор пятнадцать. С судейством, конечно, у Горбунова полный бардак сегодня. Существенный перевес уже Озеров. Озеров Александр как раз-таки за счет тройного попадания в утроение. Еще одно утроение цепляет через девятый сектор. На этот раз все правильно. Сорок пять. И фактически исход этого лего уже предрешен. Тем более, снова не попадает Алексей. Даже если еще раз попадет, все равно это нисколько не повлияет на итоговый результат. Как ни крути. И сейчас для протокола будет кидать еще один подход Озеров. Потому что при работе на перспективу считается средний набор по итогам каждого тура. Еще двадцать притрессовал себе в копилочку Александр. И довольно-таки уверенно, даже несмотря на судейские ошибки, выигрывает первый лэг. Играть мы будем сегодня до двух побед. Согласно, опять же, регламенту данного турнира. Почему так быстро? Ну, во-первых, потому что даже сами упражнения довольно-таки простые. И, в принципе, тут не нужно особо раскачиваться игрокам, чтобы показать свой хороший уровень. Поэтому нужно включаться сразу и на максимум. Без каких-либо дополнительных лэгов. Александр, по второму кругу вновь начали. Вот так вот успевают еще заглядывать. А что там у зрителей? Как дела в качалке, пацаны? Если кто-то нас смотрит из качалки, пишите в комментах, кто-то занимается в тренажерном зале, одновременно просматривая турниры под артс. 6-6. После третьего подхода в предыдущем лэге у нас игроки вели с одинаковым счетом. Посмотрим, будет ли то же самое сейчас. Вот так вот. На автомате сработал Александр, играя через девятнадцатый сектор. Надеюсь, он все-таки не забыл, что мы играем все-таки в игру в большой раунд. А это значит, нужно поражать именно те сектора, которые, согласно протоколу, и нужно поражать. Сразу двукратный перевес у Кащеева во втором лэге. Неплохие шансы, чтобы сделать брейк, если не включится Озеров. А Озеров начинает включаться потихонечку. Весьма уверенно сейчас играет Александр. Так что обыграть его будет весьма непросто. Но, возможно, плюс двенадцать плюсует Кащеев. У Озеров подход в запасе. Кстати, на одну очко всего лишь отстает Кащеев. Ой, вернее, Озеров от Кащеева. И в игре большой раунд даже одно очко иногда имеет решающий вес. На этот раз все правильно посчитал судья после пятого сектора у Озерова. В отличие от предыдущего лэга. Неплохое. Сейчас у нас снайперское качество демонстрировал Александр семь раз попав в сектор пять и совершенно противоположный подход. Мы наблюдаем его исполнение в сектор шесть. Видите, сектор пять чуть вертикальный, сектор шесть горизонтальный. Так что есть определенные нюансы в бросках по тому или иному сектору на мишени. тем собственно это упражнение интересно. Сразу выявляет все ваши слабые места. Вот так вот семерочка не такой уж простой орешек для того, чтобы его расщелкать. Еще и дротики отскакивают от другого дротика. 83 для Кащеева отличный шанс чтобы сократить разрыв, но Алексей тут же первым дротиком улетает в свой любимый 19-й когда играет в 501 опять вот видите перекликаются у нас навыки из игры 501 с навыками из игры в большой раунд. Больше направлено данное упражнение на то, чтобы все-таки каждый сектор умудряться попадать. Восьмерка Розеров вроде бы один раз зацепил, но тут же третий улетает в молоко. Тем не менее тоже неплохой результат. Сейчас Алексею будет крайне непросто. В предыдущем леди он сразу набрал ноль очков на данном секторе. Неудачно кладется первый дротик, вынуждает его смещаться вдоль рубежа, но зато смотрите насколько сейчас снайперский играет Кащеев. Неужели тоже чуть-чуть слишком толстоват дротик оказался для данного расположения всех трех снарядов чуть-чуть не вмещается в утрене восьмерки тоже неплохо. Сразу же опередил он Нозерова, но ненадолго тут же Александр наносит ответный удар симметричный просто по воздействию Абсолютно не нервничал Никакого давления Насколько справится Алексей Есть одно утроение Нужно еще одно Нам нужна интрига Алексей Даешь контент на этот канал Эх чуть-чуть не получается 45 Все-таки одно из утроений И смотрите у нас ровно перед самым последним подходом интрига у нас разворачивается настоящая драма Сейчас для кого-то будет Александр будет начинать последний возможно подход Первым сразу же цепляет утроение Просто значительно сейчас повышается вероятность положительного исхода в свою пользу И для Алексея сейчас будет весьма непросто Уже знает что нужно обязательно цеплять утроение последний шанс Последний дротик в руках Даже не попадает в сектор Александр тут же жмет руку судье Благодарит за судейство даже несмотря оно такое корявое но тем не менее не помешало Александру одержать вновь уверенную победу и три матча со счетом 2-0 одерживает он на этот раз в первом туре отборочного турнира тройка призовой фонд у нас будет разыгрываться в финальном туре после шестого отбора но и кроме того мало того что игроки у нас разыграют призовой фонд в самом турнире и тройка так они одновременно еще и зарабатывают рейтинговые очки на то чтобы участвовать в розыгрыше большого турнира который планируется по итогам нескольких турниров в течение года этот турнир будет называться НДЛ Гран-при большие призы собственно 40 тысяч тогда будут разыгрывать сразу несколько игроков так что самым амбициозным и целеустремленным игрокам нужно уже начинать работать прямо сейчас начиная с самого первого отбора самого первого турнира как будут складываться дальнейшие развития событий мы с вами узнаем в следующих наших репортажах а на сегодня все друзья адьос амигос сегодня все турнир он закончен